Привет, меня зовут Константин Кокарев и я расскажу как выбрать правильный гидрокостюм Во-первых, нужно озадачиться тем, где вы будете кататься в холодной воде, в теплой воде или в каких-то комфортных условиях, где гидрокостюм нужен только для того, чтобы выглядеть модно Сначала определяемся с температурой, в которой вы будете находиться в воде Температура может быть 24-19 градусов, плюс-минус 2 градуса 19-18-14 градусов и примерно 12-6 градусов Дальше уже идут экстремальные температуры от 6 до 0 и до минус 2 градусов Где уже нужны супер специальные гидрокостюмы Может быть даже какие-то подогревательные элементы внутри Начнем с воды более холодной Это примерно 6 градусов и до 12 В гидрокостюме в этом обязательно должен быть гидрошлем Желательно встроенный Также можно выбрать такую поддевку с гидрошлемом Который пододевается под сам гидрокостюм Обязательно должны быть проклеены швы, чтобы вода совершенно не поступала внутрь гидрокостюма Толщина у этих гидрокостюмов начинается от 6-7 миллиметров и заканчивается 4-мя примерно То есть это диапазон человек выбирает сам себе, в котором ему будет комфортно и температура То есть если температура 10 градусов, то можно просидеть час в воде 5,4 гидрокостюма А если вода там градусов 14, то это можно уже 3,2, если вы активно двигаетесь А если это где-то там на севере, то гидрокостюм нужен уже там 7-6 миллиметров толщиной И вы в нем просидите в воде не больше 30-45 минут Естественно, все гидрокостюмы, они в основном длинные Если это диапазон температур до нуля и вверх до 19 градусов Если вы будете кататься в воде, может быть грязная вода Или температура воды больше уже 16 градусов То можно кататься или в тонком гидрокостюме 3,2 Или в каратеше, так называемом Это короткие могут быть ноги, короткие руки Или могут быть просто короткие руки, но длинные ноги В коллекции Белобонг представлено несколько гидрокостюмов С короткими ногами и с короткими руками Они застегиваются все сзади И также некоторые гидрокостюмы могут застегиваться с молнией спереди И также еще бывают гидрокостюмы с клапанной системой одевания То есть вообще без замков Если вы собираетесь кататься в холодной воде То, естественно, вам нужен уже более дорогой гидрокостюм У которого имеется внутри подложка Которая будет быстро сохнуть, когда вы вылезете из воды И его повесите, сушиться А также она вас будет согревать Проклеенный швов не даст воде попасть внутрь гидрокостюма Вы должны согреваться в нем с естественным потоотделением И нагревом тела, который сам неопрен Достаточно плотный неопрен не будет выпускать наружу В атмосферу это ваше тепло Все маджеты у гидрокостюмов, которые рассчитаны на холод Очень плотные и должны очень плотно сидеть Гидрокостюм хорошо сидит Когда в него сложно залезть Это для холодной воды Ну и для теплой точно так же Особенность гидрокостюмов Белобонг Раньше была такая проблема, что Если вы случайно зачеркнули воды То вся вода проходит через все тело И остается в ногах Это дополнительный вес Который можно только засунуть палец и слить эту воду А в новых гидрокостюмах Манжет сшит таким образом, что вода будет сама уходить То есть он не до конца застрочен Гидрокостюмы могут отличаться Как для кайтбординга, так и для серфинга Кайтбординг больше держит температуру на открытом воздухе В то время как серфовые гидрокостюмы Больше держат температуру в холодной воде То есть это основное какое-то отличие Эти гидрокостюмов И естественно эластичность На кайте не нужно никуда там разгребаться И эластичность в подмышках Эластичность в ногах Она не особо так важна Когда вы сидите в воде и разгребаетесь на серфе Вам нужна очень большая свобода В подмышечной части тела Так и в паховой части вашего тела Чтобы вы могли быстро, динамично Поймать, разгребаться на волну У серфового гидрокостюма усилена Всегда коленная часть, чтобы она не протиралась Это самая износостойкая часть Больше всего подвергаемая каким-то нагрузкам Основное отличие гидрокостюмов Для холодной и для теплой воды Это в основном толщина самого неопрена И его эластичность То есть если вы берете гидрокостюм Толщиной больше 4 мм Соответственно это будет какие-то уже экстремальные температуры И холодная вода Если вы катаетесь в теплой воде Или в каких-то более комфортных условиях То вам подойдет костюм 3.2 А может даже 2.2 Короткий Который от толства будет отличаться Более тянущимся неопреном И непроклеенными швами Подписывайтесь Ставьте лайки Предыдущее видео здесь Пока Еще раз футболки